ладно включу свою презентацию вот алекс не видит у него минус мне кажется должен был видеть все должны были видеть только нет почему-то шапки нет диск лайнеры все такое ладно включим наш слайд сегодня мы будем говорить о золоте я проделал достаточно серьезную работу проанализировал разные факторы разные моменты разные исторические промежутки времени периоды золото как вы знаете очень давно торгуется биткоин вам и в общем-то пришел какому-то выводу даже скажу точнее этот вывод не сильно отличается от того который у меня уже был в голове которым я уже до этого которым я прибегал до пониманию того что происходит на рынке золото ничего обнадеживающего все очень запутанно все очень с нечеткими корреляциями с отсутствием какой-либо удобной возможности на этом хорошенько заработать знаю то 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 но я бы удивился если бы она была это рынке все здесь достаточно сложно нужно разбираться изучать рисковать ну это владимир правильно пишет что семинары на вебинар я сейчас я вижу здесь есть латыши из латвии и только что у нас был большой семинар очень хорошо ушел спасибо риге очень теплый зал давали вопросы интересовались и записались на курс и вот сейчас у нас вебинар александр величку только у вас наверно нет звука потому что только что все поставили плюсы я подозреваю что все нормально со звуком и если у вас все будет тоже нормально вы решите проблемы со звуком и видео я переключусь на наш слайд и пройдусь по основным факторам графиком вообще вкратце скажу вот что этот вебинар будет немножко отличаться тем что не будет ничего готового я пришел к выводу что нет никаких готовых схем золото то так то сяк сейчас очень сложная запутанная ситуация связана с тем что многофакторная на эта ситуация и геополитические риски присутствуют и просто политические риски присутствуют элитах разных стран и регионов начиная от британии заканчивая штатами выборами и однозначными так скажем у нас есть и страхи военных действий собственно сами военные действия были совсем недавно сириада была ситуация у нас есть рост ставок соединенных штатов реальных ставок и отсутствие какого-либо роста по ставкам в зоне еврозоне британии но возможность то есть очень сильно запутанная ситуация и она изменила корреляции она изменила все возможные работающие взаимосвязи я бы удивился если бы не изменила такая запутанная ситуация не изменила все возможные корреляции давайте в этом разбираться я вас сразу предупрежу что мы не сможем прийти какому-либо выводу я вот за много дней пытался понять что все-таки лучше хотя бы работает пришел к выводу что нет все слишком запутанно и свой вывод как все-таки на этом торговать как лучше какие методы использовать какие тактики стратегии я озвучу в конце давайте с нуля потихонечку начнем изучать факторы которые работали посмотрим на сегодняшнюю ситуацию спросим себя работают ли эти факторы сейчас спросим себя что происходило когда теле факторы теле иные факторы поднимали голову то есть проведем такую работу совместно а что из этого выйдет мы узнаем в конце но готовых никаких рецептов результатов у меня нет к сожалению золото сейчас себя ведет достаточно запутан и так начнем я переключусь на вебинар мне кажется что только у александра нет звука потому что все вроде пишут плюсы участвую все должно быть нормально я подрываю у вас какие-то проблемы с телефоном или с компьютером и так я начинаю вот у нас презентация такой короткий вывод о том что котировки золота двигались без особой направленности если взять последний код или последний участок до период временной раньше были строгие корреляции теперь их почему-то нет или они не строгие факторы меняются давайте по одному разберем каждый из этих факторов и поймем почему он перестал работать или почему он наоборот стал работать но сначала в теории просто перечислим все факторы их много их достаточно много я думаю по нефти будет меньше но давайте возьмем нефть запасы опек ну и спрос который не меняется так часто и так быстро вот и все по золоту у нас во первых инфляция причем не просто инфляция а те настроения которые до циркулируют так скажем в рыночном сообществе в обществе в экономике то есть ожидаемая такая инфляция что думают рынке что думают домохозяйство по поводу будущих цен реальные ставки так называемый эффект и прейс который вот сейчас на межбанковском рынке присутствует рыночные риски вот сюда я не отнес риски которые связаны с с войнами всякими геополитическими это просто рыночные риски например рухнул сантпи минус 4 процента за день золото обязательно отыграет вот третий фактор он 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 четкий я не помню я помню что были такие дни но очень редко когда рынки падали и золото падали рынке росли и золото бывает такое но в общем именно эта тенденция высокая волатильность на рынках и рост золота она соблюдается более или менее но вспомним трамп вот эти вот скандалы связанные с речью трампа и вспомним как золото на это реагирует дальше уже геополитические риски тут тоже все понятно это работает я даже скажу лучше всего работает именно это напугал наш корейский председатель коммунистической партии пусками ракет золото тут как тут отыгрывает нанесли авиаудар американцы по сирии рынке сразу начинают беспокоиться по поводу того все ли нормально с полюсами силы так скажем между штатами и так скажем другим полюсом пускай выступает в россии китай пересматривают свои взгляды на полюсный мир вот это работает еще лучше чем просто рыночные риски а но я хочу назвать давайте с 6 начнем последним сделаем номер пять фактор шестой это индекс доллара ставки но мы тут говорили о реальных ставках речь еще и может идти о других ставках которые таргет далее таргет уровень таргет целевые ставки так вот чем выше доллар чем выше приток денег доллар тем больше уступает золото альтернативному альтернативным является именно золото если рынке разочаровываются нет разочаровываться в долларе этот процесс кстати наблюдается сейчас помните да последний месяц чуть меньше долларов сильно просел индекс доллара и к евро и фунту и везде были разные причины их конечно можно обобщить я бы хотел остановиться на номере пять немногие наверное помнят этот момент я его прекрасно помню золото росло на последних 3 золото росло с четвертого пятый шестой год вплоть до седьмого непонятно на чем росли рынке росли росло сырье многие считали что это просто связано с общим трендом рыночным на сырье комодит из так называемый нефть там серебро палладий все росло но был один очень важный фактор который наверное сыграл большую роль значительную роль в том что росло росли цены на золото это фонды и т.ф. которые именно тогда стали модными точнее фонды и т.ф. на золото стали модными крупные фонды крупные брокерские компании без дома продавали эти фонды то есть что такое фонда т.ф. на золото его нибудь может сталый какой-нибудь мир линч формирует и т.ф. называет его там голд и т.ф. или как-то по-другому выводит его на биржу но в основе этого фонда все-таки лежат реальные реальное золото будь то фьючерсы будь то слитки или еще что-то так вот когда сэлзы когда крупные вес дома вводят моду или сами подвергаются модному веню мы знаем что раньше возникает спрос или предложение начинают вот в тренде продавать именно фонды золотые фонды и т.ф. и то чтобы их обеспечивать реальным товаром приходится скупать золото в виде металла или фьючерсы грубо говоря все больше людей открывают это фонды покупают по этой фондов и все больше золота требуется чтобы обеспечивать эти фонды и вот идет реальная скупка желтого металла который влияет на цену фьючерса хотя на самом-то деле она происходит только по той причине что люди захотели имейте на руках фонд который реагирует на цены на золото они верят цен вот и покупают эту бумажку бумажки мы называем это iphone и т.ф. это эксченж тренд по фонд который котируется на бирже вот этот тренд это мощная мода или так скажем финансовая инженерия которая смогла в миг в какой-то момент создать я вижу опять комментарии да на ютюбе можно будет посмотреть будет запись которая смогла создать целую индустрию которая смогла создать фонды которые хорошо продаются и способствовала ценам росту цен на золото а теперь давайте пройдемся по корреляциям я специально брал старые какие-то периоды древние какие-то периоды 2000-е годы 90-е годы потому что золото достаточно старый актив и интересно посмотреть что происходило раньше чтобы не путать текущую ситуацию с той которая была все-таки раньше тренды были более надежны именно о золоте речь идет не вообще о трендах а то есть на рынке такой такой слух понимание страх что вот раньше все работало сейчас корреляции сбились нет где-то сбились где-то нет вот я сегодня на вебинаре объяснял рассказывал о парном трейдинге о арбитраже рассказывал о маркет на этого стратегиях мы убедились что это работает если правильно выбирать пары так что рынки по-прежнему работают до эффективность рынков растет это означает что на рынке все больше хитрых игроков все больше таких до smart умных игроков больше роботов больше алгоритмов и рынок становится еще более эффективным где-то становится где-то нет я смотрю на bitcoin мне кажется что нет рынке подвержены какой-то эйфории как идем дальше я разобрал несколько ситуаций несколько факторов которые в прошлом влияли на цены на золото и убедился в том влияют они или нет ответил на этот вопрос почему давайте пройдемся вот у вас у нас перед глазами золото против инфляции секунду я должен время от времени посматривать на график чтобы убедиться что все в порядке эта связь может испортиться все что угодно с ним может произойти тем более я не дома в описи адмирал маркетс в риге до после семинара и я пришел сюда чтобы с вами встретиться уважаемые слушатели провести этот вебинар не смотря ни на что хотя я не устал очень приятная аудитория очень интересно и так золото против инвестиций точнее золото против реальных процентах ставок и инфляции вот тут утверждают авторы что в 90 до двухтысячных золото не самым лучшим образом довело себя когда реальные ставки выше инфляции то есть если ставки высокие а инфляция под ней да давайте посмотрим вот она реальная реальные процентные ставки это цены на золото когда реальные процентные ставки снижаются вот увидим черный график снижались они долгое время золото тоже в общем повело себя и снижался к сожалению не нарисовали нам график то есть не показали нам почему реальные процентные ставки выше инфляции, где инфляция. Не показали, просто показали реальные процентные ставки. То есть, когда инфляция ниже, чем ставки, золото не отыгрывает этот фактор. Давайте проверим сейчас, как происходит на данном этапе. Реальные процентные ставки в Америке уже, хотел сказать, близки к нулю, уже давно не равны нулю. Инфляция тоже 2,3-2,7. Да, сейчас реальные процентные ставки ниже, все-таки, чем инфляция. Инфляция опережает. Вот почему все думают, что в июне уже будет еще одно повышение ставки. Кстати, вчера выступали функционеры или представители ФРС, и они назвали appropriate, да, такое слово употребили, что 3 повышения в этом году очень даже разумно, очень даже адекватно. Собственно, то, что и думал рынок. В общем, все под контролем. Я об этом факторе еще упомяну. И именно мне кажется, именно эти заявления вместе с ростом макроэкономическими данными, с тем, что все в экономике нормально, с общим ростом тренда, дали нам на S&P сегодня новый максимум. Наверное, многие заметили. 2400 пробили и ушли вверх на 2410, что ли, ушли. Я сейчас вернусь и к нашему чату. Я тут вижу и Ювентус упомянули, что он чемпион. И Владимир написал, что на биткоин вирус сильно повлиял. По идее, вирус могли запустить хотя бы для того, чтобы на биткоин заработать. Окей. Я вас спешу обрадовать или огорчить. Биткоином я отказываюсь даже заниматься и интересоваться. Не то, чтобы я противник, но мне кажется, это такая интересная игрушка, которая... Кстати, вот он биткоин. Давайте когда это было в 13-м, 1200, когда пробило. Нет, мне кажется, это совсем недавно было. Этот рост недавний. Почему здесь написано июль 13-го? Мне кажется, сейчас уже где-то 17-й. И золото как раз тоже там. Да, золото пробило, ушло выше биткоина. Вот сейчас биткоин... Кто напишет котировку биткоина? Напишите, пожалуйста, текущую котировку биткоина. Вот сколько сейчас стоит биткоин? 2400 недавно. Да, значит, он уже намного выше ушел. Вот куда-то вот сюда. Превысил за давным-давно. Все правильно, что это было. Вот вы пишете, что на биткоин можно купить то, что нельзя купить на обычные деньги. Я не знаю, конечно, о чем идет речь. Что вы покупаете такого? Нет, мы не сравниваем ничего. Это просто слайд, который один из тех, которые я хотел вам показать. Биткоины никакого отношения не золота, ничего. Я просто сравнил. Вот не будет уточнять. Максим не уточнил, что он любит покупать на биткоины. Я понимаю, конечно, о чем идет речь, но для нормальной, для большинства людей это не тот фактор. Ну хорошо, посвятим биткоин. Я буду критиком биткоина. Не потому, что его курс не будет расти, а просто я не понимаю, для чего эта штука нужна. Хорошая игрушка, хорошее IT-нововведение для вот таких людей, которые больше в IT разбираются. Ну, окей, поигрались и хватит. Я не вижу в этом какую-то целесообразность. Окей, идем дальше. Не о биткоине речь вообще. Теперь давайте сравним золото с повышением ставки со стороны Federal Reserve System. Посмотрим, как это было, допустим, 70-е, 80-е. Вот она, синяя линия ставки. Я даже, может быть, нажму Play, чтобы лучше видно. Надеюсь, сейчас лучше видно. Синяя линия ставки. Они снижались. Золото тоже снижалось. Потом ставки развернулись золото вверх. Ну, где-то корреляция отслеживается с небольшим лагом. Все-таки нужно оттянуть цены на золото куда-то в сторону. Или они опережают, или запаздывают. Но сейчас уже не 80-е, не 90-е. Давайте посмотрим. В 90-е как раз корреляция полностью нарушилась. Золото падало. Ставки стояли на месте. Даже немного выросли. Потом ставки начали снижаться. Это вот делал у нас уже Grinspan. Да, Grinspan это уже был. Ставки начали снижаться. Достигли минимумов за долгие-долгие годы. Ну, считай, они просто не знали, что будет дальше. За долгие-долгие годы все бросились скупать. Все бросились в ипотеку. Вот теперь он завис опять. Нельзя делать, нельзя делать фуллскрин. Секунду я подожду. Посмотрим, чем это закончится. Лучше бы я не переводил фуллскрин. Окей, вернулись. Все ли видят? Все ли нормально? Напишите плюсы, потому что в фуллскрине он стал тормозить, и я вернул нормальный режим. Отлично. Так вот, Grinspan снижал-снижал ставки, довел до минимумов. Все бросились покупать ипотечные кредиты, брать, покупать недвижимость. Именно здесь надулся, на этом тренде надулся пузырь недвижимости, и все это рухнуло ввиду того, что в третьем году среднестатистический американец понимал, что даже его дед, нет, только его дед мог взять по такой низкой ставке квартиру где-то в 60-х. Так что самое время бросаться в покупку недвижимости. И вот надулся пузырь. Дальше золото. Только росло, такая логарифмическая шкала, не в долларах, а, скажем, в процентах или в коэффициентах каких-то. И мы видим, ставки понижались, золото росло, ставки росли, золото росло, ставки снижались, золото росло, и ставки ставили на месте золота, ну как-то так у него всегда не росло и не падло. То есть можно сказать, что со ставками такой прямой связи. Почему я здесь написал effective rate, real ставки. Это не те ставки, которые регулирует ФРС, это те ставки, которые на реальном рынке сформировались. Но опять же, корреляции я сильно не вижу. Вот здесь в примере люди писали, что важно смотреть на инфляцию и реальные ставки. Вот когда между ними вот здесь написано, все происходит, опережение. То есть я хочу сказать, все очень сложно, все достаточно сложно, никакой халявы, никакого арбитража я не нашел. Но я, собственно, и подозревал. Посмотрите на цену золота, и вы поймете, что нет никаких таких прям ралли, которые можно связать с тем или иным фактором. Но идемте дальше. Нам ведь нужно понимать, что происходит, исключать какие-то факторы, не сильно обращать на них внимание. Итак, еще один фактор. Это индекс доллара. Вот тут взят короткий, конечно, период, не весь период. Какие-то, видите, моменты, они коррелируют, какие-то моменты не коррелируют. И мы понимаем, что это связано все-таки со ставками инфляции. Индекс доллара он вторичен. Нельзя взять индекс доллара, а сопоставить, подождите, это S&P. Сначала S&P, он говорит, сопоставить его с чем-то, с S&P или с золотом, и сказать, что все это работает. В какие-то периоды работает, в какие-то периоды не работает. Так что индекс доллара – это результат того, что делает FRS на рынке. И как делает? Если он делает грамотно, опережает инфляцию, то одна ситуация. Если он не успевает, то это другая ситуация. Вот так же, как и S&P, золото влияет, или, так скажем, золото отыгрывает вот эту ситуацию. Это тонкий момент. Где FRS находится? Впереди или сзади? Но мы еще к этому вернемся. Давай посмотрим на… Тут у нас что было? S&P, индекс доллара. Теперь давайте посмотрим индекс доллара и ставку по федеральным фондам. индекс доллара. Видите, тоже немножко дискорреляции в какие-то моменты происходят. Видите, тут какой-то шум рыночный. Значит, мы не можем сказать, что ставка и доллар, индекс доллара коррелируют одинаково. Я почему к этому пришел? Это очень важно и для понимания золота. Нет четкой схемы, нет понятной схемы, как золото чередовать с индексом доллара. Ведь мнение бытует такое. Золото – альтернатива индексу доллара. Если индекс доллара падает, значит, все уходят в золото, выходят из индекса доллара. И наоборот. Индекс доллара растет, ставки растут, инфляция растет, FRS опережающими темпами увеличивает ставки, все уходят в доллар и золото на этом фоне выглядит не очень удачно. Вот такой прямой корреляции ни сейчас, ни в предыдущие периоды не наблюдалось особо. Грааля такого нет. Хорошо, давайте еще один посмотрим. Уже возьмем индекс доллара и золото. Вот тут уже более-менее. Значит, индекс доллара с S&P не очень, золото там с S&P не очень, ставки с индексом доллара не очень. А вот у индекса доллара и у золота, вот по крайней мере на данном этапе, который у меня на графике, весь 14-15 часть, может быть, 2016 года, какая-то корреляция все-таки есть в какие-то периоды, она наблюдается. Но опять же, ну, не прямая. Например, в этом участке шум, шум непонятно что куда. Тут-то пошла четкая корреляция. У нас индекс доллара растет, золото падает. А потом снова развернулось. Сейчас я на графике включу вам и покажу. То есть, вроде она есть, на графике мы можем ее отслеживать, но одни периоды просто портят всю корреляцию, одни периоды делают наши стратегии не работающими. Для трейдера, таких трейдеров, как мы с вами, для спекулятивных, краткосрочных трейдеров, это все-таки не тот фактор, который нужно отслеживать. Я все-таки в конце скажу, что все-таки работает. Еще один давайте момент посмотрим. Золото против уже реальных процентов ставок, эффективных процентов ставок 71 года. Обратите внимание, золото сильно начинает расти только тогда, когда большую часть времени наблюдаются негативные процентные ставки, эффективные, реальные. Что такое это? Реально Сити Морган дал, Джей Пи Морган дал Сити Групп чуть ли не с отрицательной ставкой. То есть, они близки к нулю иногда уходят даже вот ниже, ниже инфляции. Так что вот в эти периоды как раз золото ведет себя очень меняемо. Во все остальные периоды, когда большую часть ставки не имеют негативный, да, не обыгрывают инфляцию, все-таки нет никакой корреляции. Но использовать это будет сложно. Окей, давайте наконец перейдем к графику, который взял все, сравнил. Он взял десятилетние облигации, взял золото и взял ставку федеральных фондов ФРС. Посмотрим, работает ли это. Давайте последний период возьмем, ну, скажем, с 2000-го, 2001-го, когда начали ставки снижать, потом снова подняли, потом снова снизили, чтобы посмотреть весь цикл. И вот с тех пор они вот такие, немножко здесь увеличились. Итак, на снижении ставок облигации тоже падали, это понятно. Облигации не могут приносить очень большую доходность, когда целевой уровень в стране низкий. Золото начинало это отыгрывать. Уже инвесторы входили на будущих опасениях по инфляции. Я этот период даже помню, говорили об инфляции. Вот повторение этого периода было и в 9-м, в 10-м, в 11-м, но, к сожалению, золото все-таки не ушло так высоко. В 11-м оно было вот здесь, для 1000 почти, и потом ушло вниз. То есть, если в экономике в стране на рынке существует страх о будущей инфляции, ожидаемо оно называется, expected inflation, более правильное значение, если есть страх будущего роста инфляции, то это является хорошим драйвером к росту золота. Кстати, сейчас этот момент может быть наблюдается. Посмотрите на инфляцию, которая по еврозоне, по доллару, по Британии, она все выше и выше, а значит ожидание инфляции тоже все выше и выше. То есть, текущий рост золота, он как раз-таки неплохо отыгрывает этот фактор, он логичен с этой точки зрения. Да, домохозяйство, рыночные игроки ожидают высокой инфляции, тут ключевое слово ожидают, не по факту, а вот будут. Ожидают высокую инфляцию и ее дисконтирует золото. Если в будущем цены будут расти сильнее, чем мы думаем, где можно сберечь деньги? В долларе или в золоте, и золото это отыгрывает. Ну и наконец я хочу показать вам еще один график, это облигации и золото. Такие два альтернативных инструмента. Десятилетки, сравнили здесь с десятилетками за долгие годы вплоть до текущих времен. Корреляция была-была-была шикарная, развернулась. Я уже ничего не буду говорить, тут все видно по графику. Слева цена на золото, справа облигация. Давайте посмотрим. Пик по золоту был в 2011. Я тоже помню этот день, август 2011 года. Штатам снизили рейтинг. То ли Moody's, то ли S&P снизил рейтинг на одну ступень. Было AAA, стало по-моему A+, у разных агентств разные аббревиатуры. И золото ушло на исторический максимум, просто мега-мега максимум. Облигации стали падать. Почему они в цене падают? Правая шкала у нас получается, right access. Облигации почему-то тут доходность нарисована. Я немножко не понимаю, если нарисована доходность, почему эта доходность падает. Наверное, все-таки это цена. Но неважно. Вот такая есть. Теперь давайте посмотрим на текущие рынки. Поговорим о том, что происходит сейчас. Каждое движение, каждое изменение золота мы будем как-то через призму проводить текущих событий, будь то геополитика или ставки. Ну и в итоге придем к какому-то мнению. Но я сразу вас приду к делу. Никакого мнения не будет. Я долго копался. Посмотрите на цены на золото. Как они меняются. Вверх, вниз, вверх. А разве с 2015 года так сильно менялись процентные ставки в США? Их как раз начали поднимать в 2015 году? А почему здесь был разворот? Да, я предполагаю, что ФРС просто долго выжидал. Какая-то была пауза длинная. Но вот она есть и сейчас. Кроме июня. Если в июне поднимут, да, окей. Если не поднимут, то это будет такая пауза до декабря. Давайте просто откроем график золота. Долгосрочный. Я всегда начинаю с Мансли. Но сейчас нет смысла делать Мансли. Я сжал Выкли. У нас не так много времени, чтобы копаться в графиках. Возьмем линию какую-нибудь. Пытаемся нарисовать тренды. Вот тренд это когда мы соединяем две точки. Две как минимум, а то и три. Третий здесь... А нет, получается. Вот мы соединили три точки. Посмотрите, как хорошо золото видит вот эту линию. Глобальный нисходящий тренд. Так что не нужно говорить, что тренд на рынке золота восходящий. Да, возможно, краткосрочный, среднесрочный может быть. Но долгосрочный тренд, никто его не отменял. Если какой-либо канал... Давайте проверим, есть ли какой-либо канал. Можем ли мы сказать, что это ровно... Нет, нельзя так говорить. Давайте тогда нарисуем канальную линию отдельно. Снизу я вот вижу, что здесь очень цена очень хорошо видит нижние касания. Что это нам даст? Да ничего не даст. В общем-то, это ни к чему. Итак, можно придерживаться вот этой глобальной линии. Возможно, если ФРС нажмет на газ, это послужит провокацией для пробоя вот этой линии. Очень длинная, кстати, линия. Ей 6 лет. Это очень хороший тренд. 6 лет. Достаточно много. И самое главное, от самого пика мы прочертили эту линию от самого исторического максимума, а это важно. То есть мы не взяли какой-то участок в середине и назвали его трендом. Мы не взяли какой-то кусок последний. Мы взяли А. 6 лет. Скоро 7 даже будет. И Б. Мы взяли пики, исторически важные уровни. Так, я вернусь в чат. Может быть, здесь что-то кто-то пишет. Нет. Окей. У нас сегодня достаточно много участников. 60 почти. Даже больше, на самом деле, это в моменте. Не знаю, из-за Риги или нет, я рекламировал в Риге. А сколько человек из Риги? Напишите, пожалуйста, мне в чат, сколько людей. Сделаем небольшую паузу маленькую, прежде чем перейти к техническому анализу, поговорить о текущих трендах. Сколько слушателей из… Раз. Я думаю, еще 3-4 человека может быть. Из Риги, из Латвии, из других городов, которые сегодня были на семинаре. 2. Александр Сьяненко. Сандерс, я видел, был. Айварс, он тоже был. Или они в прошлый раз были. Вот, 2 человека. Может, еще есть, хотя бы говорить. Вопрос у Андрея. Айварс, да, вот здесь есть 3. Вопрос у Андрея. Почему может быть пробой, если ФРС газонет? Потому что если… Точнее, даже не газонет, если ФРС даст нам, как сказать, провокацию какую-то. Нет, не топить. Не надо переводить на доллар, топить или не топить. Вообще, очень часто… Немножко отойдем от темы. Очень часто я слышу от трейдеров, что американцам выгоден сильный доллар, американцам выгоден дешевый доллар, слабый доллар. Речь не об этом вообще. У Америки, у Штатов нет какой-либо четкой позиции. Не потому, что они не знают, что им выгодно, а потому, что действительно экономика очень, ну, как сказать, многофакторная. Например, Япония. Экспортная страна с очевидно выложенным экспортным потенциалом и доходами там, не знаю, всего. Рынка труда, бюджета, абсолютно всего. Чем дешевле иена, тем лучше. При прочих равных, если иена, если нужно компаниям Тойоте, Никон, Canon, всем компаниям нужно дать заработать больше, у них проблемы, закрываются, Sony, Shmoney, то у центрального банка есть еще один инструмент, валютная интервенция. Он берет доллары, начинает, нет, не берет доллары, он начинает скупать доллары на рынке и удешевляет свою национальную валюту или продает национальную валюту против доллара. Компании получают дешевую иену. Экспортные компании возвращают свои евро, свои доллары из-за границы в страну и покупают на эти деньги уже больше иен, потому что она дешевая. И все, и значит, выходит в прибыль, если у них издержки были высокие. У штатов нет такой четкой, как сказать, четкого разделения. Непонятно, дешевый доллар поможет как-то экономике или не поможет. Да и я думаю, что там настолько все диверсифицировано между притоком капитала и оттоком, экспортом-импортом, внутренним спросом и еще чем-то. Так что прямой такой зависимости нет. А что важно? Важна какая-то вменяемость, важна какая-то стабильность. То есть, да, они будут говорить, что сильный доллар им важен, и, по-моему, Трамп даже заявлял. Об этом заявляли и при предыдущих лавах ФРС, и при Бернанке, еще больше до Бернанке заявляли. Но, в общем-то, это не случай Японии, это не случай какой-либо другой страны, где есть однозначная зависимость между самочувствием экономики и слабостью или силой национальной валюты. Поэтому топить, не топить, неважно это для ФРС. Это не самое важное, так скажем, как себя будет чувствовать доллар, и что с ним делать, чтобы влиять на экономику. На экономику ФРС влияет тремя способами. Через ставки, через монетарную политику в виде выкупа облигаций и через норму резервирования. Так, давайте вернемся к теханализу, потому что я чувствую, так можно говорить бесконечно, особенно если я завелся после семинара, после вебинара, то есть меня уже не остановить. Давайте вернемся к теханализу. Я, может быть, неправильно выразился. Если ФРС даст провокацию какую-то, недопонимание, даст нам, подсказка плохое слово, даст нам заподозрить, что где-то ФРС переборщил или недоделал, то это еще один фактор вот такой неопределенности. Рынки будут понимать, что ФРС не владеет ситуацией и, наверное, возможно, бросится в золото. Вот этот фактор, он в слайде, по-моему, описан под каким-то номером, фактор непонимания рынками, что происходит. Если у ФРС не понимает, что делает, то снижает, то повышает, да? Мы говорим, если, потому что пока такой ситуации не было. Хорошо, что еще у нас? Я немножко увеличу шрифт, чтобы в более дистальном режиме, видите, как четко это отыгрывалось, посмотрите, вот потом, говорят, теханализ не работает на золоте, вон там. Мы соединили две линии. Третье касание, четвертое, это выкрик, кстати, это недельное. Третье касание, четвертое касание, может, ну, третье касание еще несколько было или вы не видите? Секунду. Нет, должны видеть. Да, вы видите? Четвертое касание. Раз, два, три, четыре. Пятое касание, шестое, прям точно пункт в пункт. Седьмое, немножко грязное, наверное, гэп был в понедельник или еще что было. Давайте посмотрим, понедельник или нет. Сегодня, значит, четверг, среда, вторник, понедельник, пятница. Нет, это было не понедельник. Еще одно касание. Немножечко грязно, может быть, хотели уйти за линию, не смогли и свалили снова. Может быть, на Трампе это было, не помню. Так что мы находимся на очень такой, на линии фронта, все что угодно может быть провокацией. От Трампа до ФРС, от геополитической ситуации, даже не связанной с американцами, с Америкой, где-то кто-то что-то напугал рынки, там, Тим Ченнер или его сын, или его внук, или еще кто-то. Абсолютно все что угодно. Падение рынков, коррекция на рынках, все что угодно. Но мы, факт остается фактом на важном, на важнейшем недельном таймфрейме, где все очень серьезно, все, если пробило, уж пробило, это вам не пятиминутка. Мы находимся буквально на грани. И от этого уровня, наверное, очень важное что-то зависит. Конечно, такие уровни пробиваются, когда изменяются очень сильно фундаментальные показатели, когда происходят какие-то сдвиги. Не просто разовое слово, Трамп что-то ляпнул и ушло все вверх. Нет. Какие-то такие фундаментальные сдвиги, изменения в процентных ставках, в политике. Кстати, учтите, что процентные ставки, они ведь не только в Штатах. Я понимаю, доллар и зеленая валюта, альтернативный источник, золото как альтернативный актив будет больше с ним. Учтите, что у нас есть еще два центральных банка, которые пока не определились с тем, что они будут делать. Это банк Англии не определился и ЕЦБ уж тем более не определился. Даже, можно сказать, немножко запутался. Делать, не делать, говорить нам, не говорить. Радовать нас, не радовать. Так что, вот такая у нас ситуация. Учтите, что золото на очень хороших подступах к этой линии. Пробьем, не пробьем, отскочим. Ну и я свою позицию скажу. Долгосрочный я вообще не любитель золота, как такого актива сбережения. Я не считаю, что золото всегда будет расти. Ну вот посмотрите на график и ответьте на вопрос, всегда будет расти или нет. Я не считаю, что золото это вечный актив. Я даже думаю, сейчас так считают только домохозяйки. Да, кстати, о домохозяйках я забыл вписать в слайд. Еще один фактор для золота, по крайней мере, всю жизнь был. Вы, наверное, удивитесь. Я его упустил, наверное, намеренно, получается, упустил. Скажите, что мне сюда вписать? Вот вопрос в студию. Что мне вписать в качестве еще одного седьмого фактора? Достаточно странного фактора. Да, молодцы, Индия. Алексей ответил, Индия. Это сезон свадеб в Индии. Как вы знаете, да, украшения, все правильно, Максим и Алексей, правильно. Это сезон украшений, точнее, сезон свадеб. В отличие от семьи в Швейцарии, да, так скажем, в Индии очень принято, даже в Турции принято. Я участвовал на одной, немножко отойдем от темы. Я участвовал на одной свадьбе, хотя нет, мы не отходим все-таки, о золоте говорим, в Турции. И там принято молодоженам дарить именно золотые украшения, причем их вешают на платье невесты. Вот сидит невеста с мужем, а в Турции свадьбы даже в отличие от Кавказа. Вот скажите мне, кто из Латвии? Сколько обычно людей на свадьбе в Латвии? Вот средняя свадьба, сколько приглашенных гостей? Вот на тех свадьбах, в которых вы участвовали, примерно вспомните, сколько бывает приглашенных гостей. 10.40, пишет Владимир. Может быть, нам еще кто-то поможет. 30.40. Так, вот уже хорошо, я вижу общая цифра 50. Вот три человека ответили. Владимир, видимо, очень юный, на небольшом количестве свадьб был, я позреваю. Кто больше? Да, кто больше? Но, опять же, в среднем где-то 35, да, возьмем минимум 10. Да, 30.30.40 как раз есть средняя цифра. Я скажу, давайте кто-нибудь из России, кто из России, ответьте на вопрос, сколько участников свадьбы, гостей в русских свадьбах, скажем, те, кто в Москве, Питере, в городах, а если кто-то из каких-то регионов, подальше к востоку туда, напишите и эти цифры с городом. Ну, кому не лень. Украина у нас есть. Ну, в общем, я жду цифр. Вот Макс Антипин, наверное, из России, я город не знаю, пишет, что от 20 даже до 120, видимо, это верхний предел, линия сопротивления, так скажем, 120 участников. Кто-нибудь с Украины, напишите, пожалуйста, такая типичная, например, Львовская свадьба или где-нибудь там Полтава, Полтава, ну, такая типичная Украина, Владимир, а города тоже пишите, пожалуйста, а то я не знаю, где это, 200 человек, вот 200 это уже какой-то такой восток, дело тонкое. 400. Алекс, вы участвовали на свадьбе, где 400 человек? Напишите, пожалуйста, город. Я-то участвовал, я родом с Кавказа, у моего двоюродного брата 450 человек было, у нас даже 550 человек было на свадьбе, и причем никому не откажешь. Я у него спросил, неужели у вас столько родственников и друзей, он сказал, у отца только друзей столько, что если он кого-то не позовет на свадьбу своего сына, то они на него обидятся. Кавказ, Ростов, вот видите, я угадал, Юг, только цифра не написана, Алексей пишет, что он из Ростова, интересно, сколько там на свадьбах, я думаю, побольше, чем в Питере. Итак, я скажу свои цифры. Кавказ, Баку, может и другие города тоже. Я думаю, 200 это такая скромная свадьба, 100-150 на очень-очень скромных свадьбах, где в общем-то не хотят особо сильно. Обычно 250-300. Нормальная свадьба, огромный дом торжеств, так называется, в простой стране не поместится, нормальный гидрой. Так вот, в Турции у моего друга на свадьбе было 800 человек приглашенных. Там, правда, нет шашлыков и алкоголя, но в общем-то сладкий стол и Кока-Кола, но в общем-то 8-800 человек это очень много. Так вот, мы к золоту возвращаемся. Люди вешают невесте на платье золотые украшения, подарки, и она к концу свадьбы вся в золоте. Невеста может сидеть, и у нее на платье будут разные-разные там, не колье, конечно, какие-то сережки, какие-то там золотые украшения, цепочки, все это они уносят, и вот семья такая. Я представляю, что в Индии, где культ золота, где золото это просто и деньги, это и традиция, это и история, это и сбережения. Ну, собственно, на Кавказе, да, тяжело для невесты свадил, получится. На Кавказе, собственно, тоже так было еще с советских времен, золото было средством сбережения. У любой семьи было приданное, у девушки, может даже у мужчины, у сына, копили, хранили, деньги имели привычку обесцениваться, но они один раз такую привычку имели в 89-м году, потом еще в 91-м, я помню, я стоял в очередях, отменивал 25-ти или сколько-то рублевые купюры. Ну так вот, в Индии это все еще больше выражено, умножаем это на количество семей в Индии, миллиард с лишним только населения, умножаем это на вот эти вот обычаи с золотом, да, у цыган тоже такие же традиции, я вот вспомнил, хорошо вы написали. Так что получаем сезон свадеб. Все это почему с таким коэффициентом? Во-первых, это все часто происходит к сентябрю месяцу, уже целый сезон, да, короткий, не в январе, да, обычно в сентябре. Во-вторых, их много, индусов, может даже Пакистан тоже можно отнести. В-третьих, в отличие от, допустим, белорусской, украинской, российской или какой-то другой семьи, они прям любят золото, и вот это превращает этот короткий промежуток времени в период большого, высокого, повышенного спроса на золото. Поэтому говорят, ближе к сентябрю, если сезон свадеб в Индии прошел хорошо, экономический рост в стране, люди, благосостояние растет, они хотят все больше и лучше свадьбы, да, проводить, больше дарить золото, то, возможно, часто, никогда не говорите слово всегда, часто это влияет на рост цен на золото. Так что я вот сюда вписал или не вписал, да, вписал Индия. Или давайте так, сезон свадеб в Индии. Ну и можно Китай добавить, другие страны, надеюсь, вам видно. Ну, если не видно, это был просто слайд. Хорошо, возвращаемся к нашему теханализу, давайте посмотрим, что происходит. Секундочку, я включу именно MetaTrader, да, вот я включил MetaTrader. Weekly увеличим немножко, а, мы уже увеличивали, ничего не получили. Ну, еще можно сказать, что был какой-то восходящий хороший тренд, пускай мы его оставим, где он, insert line, оставим, ну, для истории, что вот он хороший тренд. Помните, я вам рассказывал про ETF-ы, про то, что ETF-ы продавались в 2000-м, был мощный спрос на эти, вот это и есть тот период. Нет, вру-вру, чуть раньше, чуть раньше, а потом по инерции, вот он период этот, когда продавай, видите, как очень сильно выросли, просто давайте я сожму график, допустим, пятый год, даже вот третий год цена была там 200-300, и уже через 4 года она доходила там до 900, 300 процентов. Я еще один хочу слух рассказать, который, наверное, не все помнят, если вы торговали в то время, возможно, вы вспомните. Ходили слухи, что долгое время, в 2000-х и 90-х, вот посмотрите, как стабильно, давайте уменьшим, какие были цены относительно стабильные в 90-е и 2000-е, вот здесь в углу, да, видно, цены были около 250-270, ходили упорные слухи, что этой стабильности, эта стабильность обеспечивалась за счет того, что якобы негласно ФРС, я вернусь в чат, может быть, вы вопрос задаете, ФРС якобы негласно попросил крупные инвест-дома, Goldman Sachs, Merrill Lynch не играть на понижение золота. Это слух. Я не люблю теории загород, но тогда я был еще зеленый, не могу сказать, действительно этот фактор работал или нет, я просто вам говорю то, что слышал тогда упорный ходил слух, что ФРС, администрация президента или еще кто-то, негласно просили крупные банки не играть на понижение золота по каким-то там причинам, чтобы удерживать сильный доллар. Вот тогда он может быть был, то есть причины понятны, удерживать сильный доллар. Ну, слух слухом. Хорошо, возвращаемся. Weekly. Давайте прорисуем, я вот как обычно подхожу к теханализу, начинаю с очень старшего таймфрейма, разрисовываю ближайшие остановочки, вот самый-самый минимум. Очень, кстати, неплохо совпадает с какими-то отметками, очень неплохо. 1046, ну 1050, давайте округлим, потому что у нас выкли график, знаете, 4 доллара ничего не решают, мы можем их даже не увидеть на графике, вот здесь мы можем не понять 1046 это или 1050, я все-таки сделаю 1050, такой очень крупная такая цифра, да, сильный уровень. Недавно пытались дойти, так и не дошли, а этот уровень был, он еще раньше был, я помню, я тогда летом как-то сидел в кафе и торговал в кафешке, по-моему, вот здесь это было, или может еще раньше, 1088 что-ли, мы коснулись, по-моему, здесь было. Ну ладно, исторический минимум, локальный минимум был достигнут совсем, можно сказать, недавно, в 16-м году, да, зимой, давайте, кроссовый поставим, ну ладно, не важно, мы уже примерно видим, как это было. Так, еще одна остановочка, уже самая ближайшая, давайте нарисуем, пускай это будет горизонтальная линия, это вот здесь, наверняка рынок будет присматриваться к этому минимуму, сто раз подумают пробить его с первого раза или нет, и может быть мы еще нарисуем вверху, что нас ждет, что может нас ждать, ближайшее сопротивление вот здесь, не получилось, со второго раза, lines, horizontal line вот здесь, и следующее сопротивление чуть выше. Но я подозреваю, что если мы пробьем уж эту линию нисходящего канала, то следующий максимум 1296-1300 будет пробить на ура, потому что если мы пробиваем такую глобальную нисходящую линию, уже предыдущий максимум нас не остановит, тем более он был месяц назад. Более-менее вменявым уровнем выглядит 1370-1380, ну и я думаю 1400 можно отметить как юбилейный такой уровень, тем более он совпадает вот здесь с несколькими уровнями, вот например с этим уровнем он совпадает, очень даже неплохо. Дальше давайте перейдем на daily, более близкую картину рассмотрим, увеличим график, изменим time frame, перейдем на daily, посмотрим что происходит на daily, я даже увеличу немного масштаб, видите какой очень непонятный разно направленный график в разные периоды. То мы рисуем голову и плечи, неплохую кстати, я люблю голову и плечи, фигуру, очень часто работает, на комодитис вообще мне кажется, что лучше еще ничего не было. Вот она шея, тренд, да, почему это фигура разворота, вот он тренд, плечо, иногда бывает два плеча, да, ложно сработали, всякое бывает, рынок все-таки. Голова такая широкая, еще одно плечо уже узкое, всего одно, с грохотом пробиваем линию шеи, очень хороший сигнал, часто говорят, что если мы пробили линию шеи, скорее всего мы уйдем ровно на уровень головы. Смотрим, голова 1370 и 1270, 100 долларов, да, значит уйдем на 1170, ну да, даже чуть ниже ушли, то есть всегда выходите, уровень головы увидели ниже шеи, все, можно выходить. Потом тренды изменились, ФРС скорее всего здесь вмешался, я даже не знаю, человек здесь, вебинары были, я даже говорил вам, что если мы пробьем там что-то 1120 или чего-то, ждите, уже не помню, честно говоря, уже не помню, давно это было, но факт остается фактом, эту линию мы видим, линию шеи мы видим, если мы будем подниматься наверх, нас здесь ждет сразу целое сплетение уровней, это и 1300 горизонтальная линия, это и нисходящий тренд многомесячный, уикли, многонедельный, это и вот эта линия шеи, которую мы снова споткнемся об нее, более того, мы здесь снизу видим хороший вот такой восходящий такой каналчик, к сожалению, не канал, а просто канал не похожа, да, нет, не похожа, давайте не выдумывать, да, просто будет, так что нас впереди вот здесь ждет целое сплетение, а если мы пробиваем эту линию, можем немного уйти вниз, но пока ничего я, честно говоря, не вижу, давайте дейли еще немного увеличим, то есть что получается, у нас и фундаментальный анализ не ахти как работает, толком не работает, у нас и теханализ пока сигналов никаких нет для входа, по крайней мере я не вижу, оно может быть из этого треугольника, сужающегося можно выйти, совсем давайте уйдем в спекуляции, да, я вижу, здесь что-то есть, можно нарисовать консолидацию, вот такой треугольник, вы импел, треугольник, как угодно называйте, смотря с какого угла смотреть, с какой стороны смотреть, а вот я думаю пробитие вот этой фигуры может что-то значить, скорее всего это будет фигура продолжения, но все может случиться, ждем пробитие куда-либо, если будет фигура продолжения, не спешите, слишком-то далеко мы не уйдем, с долларов 40 у нас до следующего уровня, хотя кому-то долларов 40 это очень даже неплохо, я хочу потихоньку к выводам приближаться, у нас уже час, выводы были такие, фундаментал очень разнонаправленный, очень странный, очень много факторов сейчас на рынке, вот Индия еще не скоро, на носу август, там ближе к осени, делать там пока нечего, а ставки все в цене, мы уже видели, что хочет сделать ФРС, мы уже знаем, что 14 июня будет повышение, что у нас там еще было, давайте не будем слайд открывать, инфляция, вот единственный фактор, который может повлиять, это ожидаемая, или как говорят, expected, или даже еще лучше unexpected inflation, тот, который такой чрезмерно неожиданный, он может нести какую-то неясность, даже какой-то драйвом, драйвом служить каким-то, во всем остальном ставки растут, золото падает, ставки растут, золото растет, по-разному себя ведет этот актив, плюс еще у нас ЕЦБ, плюс еще у нас Банк Англии, то есть я бы не делал никаких выводов, нет их, их просто нет, а вот есть другая игра, которая может вам понравиться, в моменте, я бы ее так назвал, золото как раз в момент пробития, обратите внимание, как он хорошо летает туда-сюда, видите, на четырехчасовом, да, это недели, пошел тренд вверх краткосрочный, все, взяли, покупают, идут, какой-то фактор способствовал падению, допустим, фондовые рынки на максимумах, золотом никто не интересуется, этот фактор отыгрывается долго, снова, то есть вот такие качели на четырехчасовом, движение в моменте, оно все-таки работает, я вам что предлагаю, использовать именно такие движения, именно такие драйверы краткосрочные пробили вот этот треугольник, зашли, свои 10, 20, 30 долларов солнце и взяли, успокоились, вышли, не надо долгосрочно ждать, я даже уверен, никто из вас долгосрочно не будет на золоте торговать, да, на чем-то другом, мы трейдеры на спекулятивных рынках, мы спекулянты, ну я может быть немножечко нет, потому что у меня 4-месячные, 5-месячные длинные опционные контракты, там спекулянтам не побудешь. Так что я уверен, эта идея, этот подход, я может быть ничего нового сейчас не раскрыл, я просто разжевал, ведь вебинал у нас как называется, какие факторы влияют, что важно, какую суматоху вносят нам Банк Англии, Европейский Центральный Банк и ФРС, что с этим делать, растет количество рисков в мире, как с этим быть. Так что я предлагаю не портить себе настроение долгими трендами, не ждать каких-то глобальных разворотов, их нет, корреляции, их скорее всего нет, а если они есть, мы не можем понять, в чем суть, что лучше работает. Я предлагаю всем использовать Momentum, использовать краткосрочные драйвера, краткосрочные факторы, технические пробои, вот если сейчас что-то повлечет за собой движение, пробой этого треугольника, смело заходим, ставим стоп-лоссы, прокатываемся 10, 20, 30, кому повезет 40 долларов, закрываемся, выходим. Вот так. Наверное, это самый оптимальный, самый разумный, самый подходящий способ торговли сейчас на золоте, все остальное не точно, все остальное расплывчато, размыто, а до сезона свадеб у индусов, про цыган не скажу, еще целых 3-4 месяца. Вот такой короткий месседж я хотел вам передать, в двух словах разобрать ситуацию, не у каждого, наверное, трейдера есть время все это разбирать, строить графики, наши вебинары на это и направлены. Собственно, мы, наверное, не ставим за час, целью за час прям все разобрать, найти точки входа, все сделать, просто пытаемся разобраться, понять, если вы за этот час, за эти 45-50 минут узнали чуть больше, это вам как-то помогло в понимании, это уже прекрасно, это уже, скорее всего, будет способствовать или будет развивать ваш трейдинг в лучшую сторону. И я, ваш помощник в этом, друг, всегда готов вам помочь, всегда готов на вебинаре, на семинарах о чем-то рассказать, благо, дай бог, я надеюсь, мои опыты и знания могут как-то пригодиться и работать на вас. Я хочу всех поблагодарить, назвать свой скайп, написать свой скайп, если есть какие-то вопросы, пишите, у нас в четверг будет тема новая, следующий четверг, это будет, сейчас точно, это скайп и, ладно, инстаграм не пишу, потому что я скоро поменяю название, скоро для вас у меня будет интересный, хороший сюрпризик, в хорошем смысле слова, я начинаю новый проект с 1 июня, в разгаре, в самом расцвете он уже будет в июле, когда я буду путешествовать по Европе, по разным странам, такой себе сделал рабочий, даже не отдых такой, и вы узнаете об этом позже, всех я вас попрошу, так сказать, подписаться, пока не буду объявлять, для меня это очень важный проект, он мне интересен, он вообще никакой пока не коммерческий, он пока просто мой, да, инстаграм тот же будет, нет, я название поменяю, но все останется, то есть не будет никаких новых каких-то аккаунтов, я так скажу, больше будет блок, я надеюсь, очень крутой будет блок, мне он интересен, получится или нет, вам судить, в какой форме, на какой площадке, ну, пожалуйста, не расходитесь, дайте мне объявить, а, нет, еще больше людей стало, 60, на какой площадке, на какой платформе, как это будет выглядеть, я пока не знаю, буквально ближайшие дни решим, у меня уже есть даже помощница, у меня есть такая небольшая команда единомышленников, они не трейдеры, они просто такие люди, которые мне будут помогать в этом, я обязательно вас всех попрошу подписаться, я хочу рассказывать о мыслях, о рынках, вот не в формате официального такого, да, вебинара, где есть регулирование, нужно там риск менеджмент, обо всем, Владимир, я потом отвечу немножечко, этот вопрос такой тоже длинный, подробно его разбирать, и вот, я вас попрошу подписаться, я вас попрошу быть хотя бы первое время читателями, дать оценку, и это будет такой душевный блок об экономике, о жизни людей в разных странах, если это Испания, о сиесте, о ленивости, если она есть, да, я не замечал, что они прям мегаленивые, знаете, советский человек, наш совковый человек куда более неэффективен в производстве, чем испанец, ну да, они любят там сиесту, пиесту, так, если это путешествие, то рассказывать об аспектах разных жизни с точки зрения экономики и рынков, о корреляциях, о наблюдениях, мне это интересно, и надеюсь, тот энтузиазм, тот драйв, который у меня в глазах, то, что у меня вот сейчас на языке, в голове, надеюсь, и вам понравится, вам его тоже захочу передать. Всем спасибо, нет, это будет не в Инсте, в Инсте будут просто дублироваться, я не знаю, на какой площадке будет, Андрей, в ближайшее время я сообщу, приходите на вебинары в четверг, во повторник, в самое ближайшее время, первая неделя июня, я об этом сообщу, я просто вам хочу сейчас сказать, что я очень многое хочу в этот проект вложить, душу, время, не обязательно Инстаграм, Андрей, не переживайте, это будет очень доступная площадка, может быть даже Адмирал Маркет захочет об этом для своих клиентов сделать какой-то централизованное, я не знаю, это мой проект, посмотрим, что будет. Все, что я хочу, чтобы вы читали, чтобы вам было интересно, я буду стараться это делать ради вас, я повторюсь, этот проект не коммерческий, он пока не начинается как коммерческий проект, это просто то, что я уже много лет хочу сделать. Следующий четверг, тут спрашивают, стоклассник спрашивает, какой будет вебинар, на сайте он будет, это будут выборы в Великобритании, они назначены на 8 июня, мы, следующий четверг, не помню, какое число, давайте посмотрим, посмотрите, пожалуйста, в календаре, какое число в следующий четверг. В следующий четверг мы будем разбирать фунт, выборы, исторические параллели, как это может сказаться, скорее будет, да, первое число, скорее это будет такой политико-экономический вебинар о выборах, в ближайших выборах парламента. А, подождите, какой перенос выборов? Я сплю. А, стоп, 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 об этом тогда почитайте. Я эти два дня был совсем не на рынках, ну то есть я-то торговал, но новости, я в пути был, Рига, выступления, тогда, Максим, окей, ну, собственно, нам день выборов-то нам не нужен, мы, наверное, все-таки вебинар проведем, 8-го или 12-го он будет, нам не важно, мы проведем вебинар, да, и расскажем о том, как это может отразиться на фунте. Скорее он будет посвящен фунту, выборы как повод, выборы как повод поговорить о фунте. Вот я не знаю, когда будут выборы, а вебинар будет 1-го числа, это, наверное, точно. А выборы, вот, Макс пишет, что перенесли из-за трактов, я, к сожалению, не знаю. Хорошо, всем спасибо, спасибо, что посещаете вебинары, чем больше вы интересуетесь, тем больше мне интересно тоже вам что-то рассказывать, я и сам развиваюсь, честно говоря. Кстати, помните мой счет, который я вам показываю все время, я сегодня его, не знаю, нет, я не показывал, давайте я его покажу, это уже традиция, показывать счет, я покажу, какой у меня там депозит уже стал, кто помнит, я начинал с цифр 88, да, когда мы впервые на вебинаре с вами встречались, я не уверен, может, еще меньше было, а сейчас уже 122-123, счет стабильно растет. Я даже хочу вот что сказать, мне кажется, помните, я говорил про дисциплину, 126-630, если вам видно на экране, отличный показатель, это рекорд, это локальный рекорд на счету, напишите, если видно, напишите, если вы видите мой счет, вот сейчас я увеличу shift, 126-631, видно ли, да, видно, это новый локальный рекорд. И я вам хочу сказать большое спасибо, потому что я на вебинаре про дисциплину говорил, очень важно, чтобы кто-то видел ваш счет, чтобы вы его сами контролировали, публично объявляли о сделках, я думаю, этот фактор сыграл роль. Я каждую неделю вам показываю счет и, видимо, подсознательно я веду себя как, не как агрессивный трейдер, который пан или пропал, да, а как сдержанный грамотный трейдер, потому что есть общественный контроль, да, не общественная палата, а, так сказать, общественный контроль, который увидит и скажет, Фред, так ты же нам говоришь торговать осторожно, risk management, что ты со своим счетом сделал, ну, клиентским, да, не знаю. Да, на путешествии к США скоро будут, мне нравятся такие мысли, вот что значит трейдеры. Хорошо, всем спасибо, 2204, мы расходимся, я могу до утра говорить, но мне нужно еще поехать обратно вернуться в Таллинн, кучу дел закончить, потому что лето будет у нас, у меня лично будет такое в движении, а значит нужно и свой трейдинг подогнать под этот формат, очень много дел, купить кучу техники, между прочим, это все будет сниматься на разную технику, это будет, я скажу, я хочу сейчас выучить формат таймлапс, изучите, прогуглите, если кто не знает, и хочу для вас даже снимать интересные ролики, всякие и так далее. Всем спасибо, встретимся во вторник, всем удачных трейдов, хорошего вечера, хорошего окончания недели, надеюсь, во вторник будет интересно, спасибо всем.